Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает Ломонос Петр. Что мы сегодня разберем? Мы сегодня разберем с вами, как правильно посеять грецкие орехи. Что необходимо учитывать при выращивании грецких орехов из семян? Ну, значит, самое первое, что для того надо запастись семенами, плодами, то есть орехами грецкими. Запаскаться грецкими орехами лучше, конечно, где-то на рынке. Почему? Потому что беседуя с товарищем, который продает грецкие орехи, вы можете узнать о зимостойкости сорта и об урожайности сорта. Эти два понятия для нас, для слоя Белоруссии, очень важны. Потому что, если сорт не зимостойкий, он будет вымерзать, и вымерзают, соответственно, плодовые почки, урожая нет. А почему нас урожайность интересует? Ну, секрет очень простой. Значит, если заморозки проходят во время цветения грецкого ореха, значит, грецкий орех плодоносит нерегулярно. Ну, вот если у человека плодоносит регулярно, значит, смысл в том, что этот орех уже цветет в более поздние сроки, под заморозки не попадает, поэтому дает ежегодный урожай. Это такие, как бы, внешние признаки, которые мы можем знать только из рассказа, которые мы не можем определить по внешнему виду ореха. Далее, что по орехам дальше будем разбираться? Некоторые гоняются за сортами. Наши сорта грецкого ореха давно созданы на югах, в южных регионах, где тепло. Наши же в Белоруссии. Пока только создано 4 сорта вывезены. И то они вывезли где-то порядка 10 лет назад. Но грецкий орех имеет одно хорошее свойство, что при размножении семенами, эти сиенцы, которые вырастают, они передают свойства сорта. То есть, то, что если был твердокорий, он и будет твердокорий. Если корочка была мягкая, он будет мягким. Ну, значит, чтобы вам не было потом легче разобраться в формах. Форм существует даже в Белоруссии, где-то более 500 форм. Все их можно разделить на три вида. Значит, первая форма – это крупноплодная. Орех извлекает бы из двух половинок. В наших условиях такой орех где-то крупный, конечно, хороший, величиной 4 сантиметра. В более южных районах, например, там же на Украине, в Одесской области, он вырастает 6-6,5 сантиметров. В нашем климате 6,5 сантиметров не вырастет. Он вырастет такой величины. Следующая форма – это обычная. Обычная форма грецкого ореха, вы ее также видели, крупные орешки. Часто встречаются. Ну, вот здесь может в этом орехе какой-то недостаток. Если первый разламывается наполовину без проблем, значит, в этом орехе может быть твердая кожура. Ну, последний орех, который у нас также встречается, по размеру он гораздо меньше. Но это скороспелые орехи. Они дают урожай очень быстро. Потому что чем крупнее семена орехов такая связь, тем они будут позже уступать в плодоношение. Чтобы вы знали, если этот орешек первый даст плоды на четвертый год, то этот крупный, первые плоды могут быть только на десятый год. Ну, вот мы определились, что мы хотим иметь. Или раннее плодоношение, или позднее плодоношение. Соответственно, взяли орехи. Ну, далее, что мы можем так сделать своим взглядом, своими наблюдениями? Значит, мы берем купленные орехи, берем просто-напросто два ореха в руку и раздавливаем. Раздавливаем два ореха. Мы их раздавили. Орех у нас легко раздавился. Значит, это наш орех получается, ну, кожура мягкая. Вот такой орех можем садить. Если вам не удается раздавить эти орехи, надо подковыривать. Ни в коем случае не сейте. Потому что потомство, которое вырастет, будет точно так же очень плохо доставаться ядро. Поэтому, видите, даже такой простой пример покажет вам сразу, что отобрать на посеву. Ну, отбирая на посеву грецкие орехи, мы опять же что-то будем выбраковывать. Ну, и даже если у нас тут есть такие орехи, например, скороплодные, значит, со всех этих скороплодных мы в первую очередь выберем самые крупные для посева. Самые крупные орехи, они будут давать потомство, потом более крупные орехи. Это раз. Потом далее мы обращаем внимание на сам орех. Если орехи имеют скошенную верхушечку, вот такая вот скошенная верхушка. Если у ореха там два, а то и три ребра. Могут быть два, три ребра, четыре ребра могут быть у грецкого ореха. Значит, эти орехи, это брак. Мы их бракуем и в коем случае их не выращиваем. Ну, так вот, смотрите, если вы эту работу сделали еще с осенью, у вас орехи были осенью, значит, самый лучший вариант это был их застратифицировать. То есть положить деревянный ящик в один слой и просыпать влажным песком, опилками ошпаранными, которые мы ошпарили перед тем, как заложить грецкие орехи, или моксфагнум. Они лежат где-то в подвале при температуре 2-4 градуса тепла. Стратификация где-то 3-4 месяца, даже до 5 месяцев, она им не вредит. За эту пору они даже начинают наклевываться. Проблем весной для посева нет. Мы берем, высеваем открытый грунт, 15-20 сантиметров друг от друга, по полметра между родами, ну и глубина 7-9 сантиметров. По глубине я узнаю чуть позже. Почему глубина важна? Потому что если посеять семена мельче, чем 7 сантиметров, значит, наши семена будут подсыхать. Если семена посеять глубже 10 сантиметров, они будут долго сходить. Но посев грецкого ореха имеет очень интересные особенности. Имеют интересные особенности почему? Вот я покажу вам на таком орешке. Значит то, что мы, вот у нас есть верхушка застронная, а вот застронная верхушка у нас дает росток. То, что застронная, она дает росток, то есть побег. Если мы посадим орех вот так, как я вам держу, значит все появится, корень сверху появится, пойдет вниз, а росток, поняли, что грецкие орехи в таком положении высаживать нельзя. Вот, если вы грецкий орех посадите правильно, как он должен расти, чтобы росток вверх, корень вниз, значит грецкий орех будет поздно вступать в водоношение. Это мы программируем грецкий орех на длительный рост. Неправильно будет точно так же. Грецкий орех вот посадить так, вот так, робрами. Робрами посадить, чтобы робрами, как бы типа плашня. Он так же будет поздно вступать. Значит просто я тут замечу. Сейчас так расскажу. Я там замечу, что самая оптимальная посадка грецкого ореха на ребро. Неважно на одно ребро, ребром вниз. И одно, второе, вот в таком положении высаживается грецкий орех. Значит орех, который посажен на ребро, например даже у скороплодного сорта, может на четвертый год уже начать плодоносить. А то, что у нас посажено, значит, вот так правильно посажено, вот так правильно посажено, здесь плодоношение на 3-4 года позже. И это один момент. Второй момент, в чем заключается, что один момент. Если мы неправильно садим грецкий орех, то есть верх ногами, мы садим его как бы верх ногами, значит, этот орех уже навечно у нас будет мучаться. Он не будет расти. Это очень заметно, что как бы его перекрученные корни, не перекрученные ростки, он не будет расти. Он будет развиваться очень слабо, и соответственно урожаем вас будет одаривать очень-очень-очень слабо. Так что, вот видите, выбор положения ореха у грецкого ореха играет очень большую роль, не забывайте об этом. Помните, самый лучший посев любого ореха это на ребро. Будь такой орех на ребро, будь такой орех на ребро, садим только на ребро. Так, ну понятно, что мы орехи отобрали, стратифицировали, а не наклюнуть, мы их можем высадить. Но есть же варианты, что вы про тот грецкий орех не думали. Вы не думали, осенью вы его не заготавливали, вы сейчас купили грецкий орех или вам попало пару орехов, вы хотите весной вырастить. Реально ли это? Да, реально. Ну, тут есть как бы два пути. Первый путь такой, что для весельнего посева грецкие орехи просто так уже посеять, они практически будут сходить очень долго, до трех-четырех месяцев, а три-четыре месяца это у нас уже будет конец лета. Мы будем ускорять этот процесс, мы пробудем наши растения, чтобы они дали быстрее всходы. Делается очень просто. Мы берем грецкие орехи и на сутки замачиваем в теплой воде. Ну, вода комнатной температуры. Замочили, сутки наши орехи помокли и после этого, если у вас есть подвал, то можно сделать стратификацию при температуре от нуля до плюс 5 градусов. Опять же помешаем в опилке ошпаранное или землю или мохсфагну, выдерживаем. Выдержали наш грецкий орех месяц-полтора. Уже он начинает наклюваться и после этого мы его можно высевать. Это у нас уже получается где-то май месяц высеваем грецкий орех. Ну, подвала нету. Подвала нету это самое или подвал очень теплый. С этим тоже приходится считаться. Значит, что мы тогда грецкие орехи будем высевать сразу на постоянное место. Так вот, для посева грецких орехов подходят только такие вот емкости. Как бы узкие, но высокие. Это может быть или такой горшок специальный. Это можно даже взять как вариант бутыль, 2,5 литра. Берем такую бутыль. В дне делаем дренажные отверстия, вырезаем или пропариваем и засаживаем грецкий орех. Опять же, глубина посева 7-10 сантиметров и ставим и поливаем. Вот тут самое главное для того, чтобы принести сходы грецкого ореха с высаянных этих семян. Значит, их необходимо держать, эти орехи, при температуре 18-20 градусов тепла. Выдерживаем эту температуру. К концу мая появляются всходы. И в конце июня месяца мы эти орехи уже пересаживаем на улицу. Они у нас растут. А осенью 2 года, когда 2 года уже орехом исполнится, мы орехи наши достаем. И вот тут тоже опять очень интересный момент. Во всех орехах длинный стержневой корень. Длинный стержневой корень. И вот вы почитаете интернет, что там и ложат и шифер, и лист железа под корень грецкого ореха, и камни ложат. А я видел, даже одни умельцы забетонировали. Но ямы забетонировали. И на этот бетон поставили старень из грецкого ореха. Ничего этого не надо делать. Не надо издеваться над грецким орехом. В смысле, корень нам надо остановить в росте. Почему? Потому что растение, пока оно будет расти вниз, оно не дает плоду. Пока он не нарастит хорошую корневую систему. Для того, чтобы оно стало скорее плодить, это один момент. Второй момент, что когда часть корней грецкого ореха будет располагаться в более верхних слоях почвы, значит грецкие орехи, плоды будут крупнее. Почва питательная верхняя, они будут брать питание с более плодородного слоя и будут крупнее плоды. Поэтому на второй год, когда мы уже выкапываем грецкий орех для посадки, главный корень стержневой мы укорачиваем. Значит оставляем где-то примерно 40 сантиметров длины. Остальное мы просто секатором, ножовкой, это уже исходя из ваших возможностей, мы его укорачиваем. И после этого мы высаживаем. Ну и опять же грецкий орех, смотрим, как он рос на уровне почвы и садим его на 3-5 сантиметров выше, чем он рос. Почему? Потому что, хотя он и непривитый, грецкий орех имеет ту особенность, что если его заглубить, он как бы плохо растет, сидит в одном месте, не хочет расти. Поэтому садим, чтобы при ссадании почвы он осел, был как раз на нужной глубине, поэтому садим его немного завышенно. Я думаю, что если вы ждете те рекомендации, которые я вам дал, вы будете иметь хороший урожай грецкого ореха, и они будут у вас усыпанные. Ну и дальше еще один вопрос, который я хотел бы осветить. Как бы, сколько садит деревьев грецкого ореха? Вы все знаете, что грецкие орехи, будь то скороплодные или такие вот, не скороплодные, они растения, на одном растении бывают и мужские, и женские, женские цветки. То есть, в принципе, они дают урожай одно растение. Но если два сорта, значит урожай лучше. Но учтите, что в пыльцах грецкого ореха он ветропыляемый, ветром переносится на 200-300 метров. Поэтому, если у вас где-то у радиуса 50-80 метров есть где-то соседа орехи, значит не садите второго дерева, если у вас нет места. Вам опыления хватит достаточно из соседских орехов. Вот учтите, видите, очень все просто, очень легко и очень полезно. Советы такие простые. Вам хороших, богатых урожаев, чтобы ваши орехи были усыпаны плодами. Это растение радовало и вас, и ваших детей, и ваших внуков, потому что они доживают до 300-300 лет. И вот что интересно еще. Значит первое подозначение ореха, чтобы вы знали, ну не важно, когда он начинается, будь то в 4 года или в 10 лет, при первом подозначении ореха дает где-то до 10 орешков, штук. Очень мало как бы. Уже в 15 лет он дает ведро орехов. В 20 лет он уже дает 40 килограмм орехов, мешок. Поэтому понимаете, что урожайность грецкого ореха наращивается с годами. Чем старше орех, тем выше урожайность. Поэтому, конечно, вот почему я и сказал, что он будет радовать и детей, и внуков, потому что старое дерево, посаженное вами, будет использоваться и вашими потомками. И они будут с благодарностью вспоминать того, кто его посадил, собирая плоды этого поистине очень полезного и ценного плодового растения. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова